Когда-нибудь у меня родятся дети, и я расскажу им историю, которую в нашей семье передают из поколения в поколение. Эта история произошла в еврейском местечке под Венницей, в украинском селе Тамашполь, где родился мой прадедушка Давид. Там он женился на лейке. У них родилось семеро детей – Аня, Фаня, Семен, Фира, Ицак, Соня и Мысей. И так могло длиться всю жизнь, но началась война. В один из теплых августовских дней 1941 года в Тамашполь прибыл немецкий карательный отряд. В первые же дни немцы создали гетто. Молва о страшных планах фрицев быстро разнеслась по поселку. Одна старуха-украинка выскочила на дорогу с криком. Никто в это не поверил, но уже в сентябре 1941 года большую часть евреев согнали на кладбище для проведения карательной операции. Для всех была заготовлена общая могила. Моя прабабушка Лейка и ее двое детей стояли у края глубокого рва, ожидая огня пулеметов. Долго ждать не пришлось. Вечером тела засыпали землей, но крик и стоны были слышны еще долго. В ту ночь прадедушка Давид лишился своей жены Лейки и наврожденного сына Моисея. Однако Лейке удалось закрыть с собой Ицака, даровав ему вторую жизнь. Поздней ночью Ицак выбрался из могилы, где навсегда остались лежать его мама и младший брат. Ицак решил не возвращаться в гетто, а уйти в лес к партизанам и мстить за смерть родных. Давид остался один. На руках у него были маленькие дочки Соня и Фаня. Старшие дети Семен и Фира ушли на фронт. До отца доходили слухи о том, что Ицаку удалось спастись и сейчас он партизан. Но поверить в это было почти невозможно. Каждое утро прадедушка уходил на работы и каждое утро прощался с детьми, как в последний раз. Каждый день боялся, что сегодня с работы не вернется именно он, Давид Футеран. Ведь было столько причин убить именно его, худощавый еврей, сын которого числится в партизанах. Однажды в их жизни появилась она, Рейзер Лернер. Женщина, которая не могла допустить, чтобы дети остались сиротами, если вдруг с Давидом что-то произойдет. Каждый житель гетто пытался спасти детей, тех, кто продолжит историю еврейского народа и сохранит традиции. Для этого Давид и Рахель сделали еврейскую свадьбу, хупу, в гетто. Стоя под хупой, они будто заключили договор друг с другом и с Богом о том, что дети останутся целы и невредимы. Эта свадьба совсем не была похожа на ту, о которой мечтает каждая девочка. Вместо белого платья рабочая роба, вместо бутоньерки, элегантно выглядывающей из кармашка жениха, желтая шестиконечная звезда. Их брак не был рожден тем чувством, о котором написано столько книг. Хотя, именно огромная любовь к детям двигала этими людьми. Ради них они изо всех сил старались удержаться за жизнь, за мир, друг за друга. Теперь они разделяли все трудности и лишения жизни в гетто. После освобождения Тамашполя Давид и Рахель поняли, что не могут разлучиться. Уж слишком приросли друг к другу их души. Когда уже после войны Ицак вернулся домой, в его метрике и документах его сестер черным по белому было выведено. Мать Рейза Футоран. Рахель ушла из жизни в 1953 году. Они недолго прожили вместе, но им удалось сделать то, чего они так хотели – спасти детей. Любили ли они друг друга? Конечно. Любили так, как не дано никому. Любили своих детей, свою семью и, конечно, друг друга. Моя семья гордится прадедушкой Давидом и прабабушками Лейкой и Рахель. Да, именно так. У нас две бабушки. Они умели любить и отдавать. Жертвовать и спасать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова